Всех приветствую! Небольшая заметка на тему неоригинальных пыльников в работе Toyota Corolla 150 кузов. И я менял сегодня внутренний пыльник привода. Было решено взять за дешево и сердито пыльник фирмы SWAG, но возникли вопросы. Во-первых, хомуты, которые комплектуются в комплекте, они бестолковые, зажимаются они плохо. В итоге внутренний хомут пришлось поставить ленточный. Ну, наружу не поджался, но как бы он поджался не эстетично, то есть как бы не так культурно, как хотелось бы, мне не нравится. Ну да ладно, держится, я думаю, никуда он не денется. Но вот внутренний хомут абсолютно не поджался. Смазка, которая была в комплекте, она также сюда не подходит для внутреннего трипоида, она для шрусов. Я не знаю, чем думает производитель, когда делает пыльник для трипоидов и кладет туда шрусовскую смазку. Ну, это, честно говоря, самый большой косяк вот этого комплекта, потому что я его брал именно по той причине, что внутри числилась смазка, соответственно, для вроде как трипоидов. Вот его хомут бестолковый внутренний, он большого размера, зажимается плохо, ни хрена не держит, пришлось выбросить. Вот такие нюансы. Так что рекомендую не экономить, ставьте нормальные вещи, оригиналы здесь ходят хорошо и будет вам счастье. Если же связались с неоригиналом, сразу я рекомендую взять хотя бы вот такие ленточные хомуты, прикупить, чтобы не попасть в просаг. Вот у меня приспособы для их установки от фирмы Дело Техники. И сразу взять смазку нормальную сюда для внутренних трипоидов. Какую смазку брать, меня не спрашивайте, сами в магазинах подберете. Какая в магазинах есть, такую возьмете. То есть имейте только в виду, что она не для шрусов, а именно для трипоидов. Она маленько другая. И будет все у вас хорошо. Благодарю за внимание, всем желаю удачи.